Последнее, что мы вытянули, вот этот у нас был такой специфический. Мы, чем начинаем наш фонд заниматься, там постоянно как будто потом на взятку будет, без наших помощей. То мы пытались провести общественную экспертизу реализации программы областного департамента энергообеспечения, там Марченко поздравляла. И нам тоже они не давали нам возможность, мы просили дать тебе документы, там было 785 миллионов гривен должно было быть потрачено на реализацию энергоэффективности в Одесской области. Нам ставили палки в колеса разными путями, но потом прошло время, в результате мы смотрим в новостях, что Марченко была взята на взятки что-то 500, по-моему, тысяч гривен. Потом еще вот этот вот СМД, который на Картамышевской, попытались привлечь там в подвале, купили помещение, и был осуществлен демонтаж несущей стены железобетонной. И пытались, да, в пустилетажном доме. И пытались, сотрудники ГАЗ приехали, вроде составили постанову, оштрафовали аж на 850 миллионов этих людей, которые подали в суд, но не уплатили судебный сбор, и так дело закрыли. Но СМД же молчать не будет, оно подало в суд на тех, кто демонтировал. Предоставили все документы ГАЗКОВСКИЕ о том, что в основе закона была демонтирована, пытались составить, чтобы суд составил, обязал их постановить по железобетонную стену. Года полтора или два, что судебный заседание. В общем, первая инстанция, или первая эпиляция, я сказала, просто суть первой инстанции, это был как раз этот знаменитый судья Буран, который недавно отстреливался, и тоже его взяли на взятки 500 тысяч, там, в риме, или сколько. То есть, мы не куда-нибудь... Мы куда-нибудь не везем, мы вроде, да, в риме, что самое, но, видно, какая-то справедливость есть, восторжествовала. Поэтому не бойтесь бороться, боритесь всегда, и все, что мы на вашей стороне. Вопрос. Да. Если создался уже по СМД, то каким образом привлекать к их общим затратам по эксплуатации общих сооружений или помещений или общей придовой территории того же владельца магазина или арендатора? Смотрите, у нас нет... В законе об СМД не написано, что вы владелец квартиры должен платить, а тут не было. Создается объединение из владельцев жилых и нежилых помещений и законодательства, которое регламентирует формирование, допустим, того же тарифа, когда он был в ЖЭКе, или сейчас у вас СМД это называется взносно содержание дома и придомогой территории. Они равномерно... Вы считаете полностью, сколько у вас расходов на дом и делите их равномерно на все квадратные методы, в том числе владельца магазина. Единственное, что если он владелец на первом этаже нежилого помещения, он не пользуется лифтом, поэтому составляющую пользования лифтом выманет, а, допустим, уборка придомогой территории. И даже арендатор тут тоже... Значит, тут ваши взаимоотношения формируются, в первую очередь должны формироваться с владельцем. Если владелец по договору аренды возложил функции оплаты за содержание дома и придомогой территории на арендатора, значит, арендатор будет оплачивать эту функцию. Тут уже их правовое гражданское... Слушайте, а если у нас в доме там собственник какой-то электрической будки, электросети в доме, то это что мы выставляем? Смотрите, тут ситуация такая. Если в вашем доме вы электрическую будку, которую вы называете, это электросчетовая, которая обеспечивает нужды вашего дома, то это... Но она написана, что это собственность... Энерго... 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 Вот я же хочу как раз выяснить. Относительно, смотрите, если это электросчетовая, которая обслуживает только ваш дом, то это ваше общее неделимое имущество, и вы не можете с обоэнерго брать какие-то деньги. Если то, что вот подсказывает коллега, бывают такие дома, в которых внутри дома вмонтирована трансформаторная подстанция, собственником которых является либо центральный РЭС, либо северный. В таком случае весь этот расчет, который вы по дому... Ну, тут ситуация такая. Эта будка, понимаете, там она... Никто туда не заходит, не выходит. Вы можете со своей стороны весь этот расчет предоставить, в том числе, в обоэнерго, и заставить их платить за содержание дома при домовой территории, потому что эта будка, скорее всего, в вашем, если в техническом паспорте заложена вот эта часть строительной конструкции как трансформаторная подстанция, и собственником действительно является обоэнерго, то вы имеете право вполне основания и должны это сделать, выставлять им счета на оплату вот этого содержания дома при домовой территории, и, скорее всего, они, если будут платить, то будут вы будете и акты выполненных работ им еще в конце предоставлять. Да, они, если владельцы, должны, допустим, вот, потому что, как правило, трансформаторная подстанция, она обеспечивает нужды не только этого дома, еще близлежащих домов. Таких домов у нас много, один конкретный пример, это советская армия Уголуспенская, там в жилом доме на первом этаже огромная шепляция, да, занимает, и люди жалуются, там уже не первый год, я знаю, потому что, знаете, какие-то старые они будут пробовочку, кем работает твой папа трансформатором, это как, 220 получает, 110 выбьет, на остальных будит. Вот эта будка там так бодит у них, что там же все не удерживаются. Давайте я предлагаю, вообще, очень умирительная штука, если я не могу, разъясню им процессуальные аспекты КУАПа, потому что именно процессуальные. Да, а если, кто не... Друзья, давайте, кто пришел, чуть-чуть опоздал, давайте зарегистрируемся, потому что нам это очень важно. Смотрите, тут в основном, если у вас будет спор, представители органов власти, они в основном составляют только такой порядок, и в основном, что есть правонарушение. Основной момент, это, тут рассматривая все, на территориальной стороне, состав административного правонарушения. То есть, должны быть выполнены все условия состава административного правонарушения, в том числе, и ваша прямая вина, то есть, должен быть умысел вашего влияния незаконного правонарушения. И полностью давна быть, выполняет диспозиция той статьи, которая вам привлекается. Вот, обращайте внимание, когда составляется протокол, чтобы было указано, во-первых, статья, состав которой вам будут меняться, и обязательно суть правонарушения. То есть, дело в том, что касается этих статей об нарушения права именно архитектуры, строительства, там, застройки, там очень широкие составки, и статья, в принципе, сама оговаривает какие-то общие понятия. Должно быть четко выражено, в чем же это нарушение. Там идет нарушение строительных норм. Разумный вопрос, в чем? Вот это вот должно все-таки записано быть, я считаю, в протоколе административного правонарушения. Если этого нет, вы можете тоже соваться, чтобы вам объяснили, в чем же, собственно, вы нарушили этот вопрос. Привлекать вас могут только за то, что прямо подписано в ходе себя административного правонарушения. Никакой самодеятельности, никаких выдумок, никаких других составов, никто не имеет права придумывать. Вот есть состав в статии 96-й. Все, вот он должен быть четко выдержан. Если там малейшее расхождение, или там нету вашего умуса, нету вина, там другая, тип, допустим, есть составы только умышленные, должен состав, есть, допустим, завершенный, не завершенный. Если хоть одно из этих условий нарушено, вас уже привлечь не имеют по закону с этим случаем. Что касается процедуры обжарования, тут такой нюанс. У нас есть кодекс об административных правонарушениях. Его обычно что-то у нас все путают с косу. Кодексом административного суда-производства. Но это абсолютно разные кодексы, абсолютно разные понятия, и, скажем так, они взаимодействуют с только одной статьей кодекса административного правонарушения и еще одной статьей точно такого же смысла в кодексе административного судопроизводства. То есть суть в том, что рассмотрение в судах дел по кодексу административного рассматривается с учетом особенностей, с обязательным учетом особенностей в порядке косу, но с учетом особенностей кодекса административного правонарушения. Как хотите, так и понимаете. Вот это прямая формулировка, что рассмотрение дел в судах рассматривается по правилам и всем канонам косу, но с учетом особенностей кодекса административного судопроизводства. На практике это значит, что первично применяются те положения и нормы, которые закреплены в кодексе административного правонарушения. то есть сроки на обжалование, которые закреплены в КОАПе, они поменяются. Они те, которые в косу. Если прямо прописано, что порядок обжалования 10 дней, значит, вы не можете в течение 6 месяцев обжаловать это по косу. Вам откажут, так как срок обжалования. Общий порядок по кодексу административного правонарушения это то, что моменты процессуальные считаются с момента получения документа. То есть даже если вынесли решение, у вас, допустим, не было предсмотрений, у вас сроки на обжалование начинаются с момента получения. Это прямо прописано в кодексе административного правонарушения. Это тоже может использовать, если вы, допустим, получили там спустя месяц-два вот это постановление или не получили, пошли и получили. То есть это существенный момент, потому что в косу там есть, допустим, решение некоторое с момента вынесения решения. Ну вот этот вот пример, который мы как раз осматривали на Капитомышеское. Причем сотрудники ГАСКО они понимали, что у них рыло в пушку и они не вставили в известность представителей ОСМД, они пришли втихаля что-то якобы составили постанову, а эту постанову потом протокол выслали письмо по почте выслали на адрес ОСМД, то есть они никому не подпортились, никому не касались. А письмо по почте такого тоже не предпочитали на футболе. Там четко сказали письмо с уведомлением. То есть должна быть ваша подпись о том, что вы получили эту постановку. Вот с этого момента у вас пошли предпочаренные сроки на обжалки. Десять дней, мим правонарушения. Потому что там следующий, который я хотел бы сейчас осмотреть, это по КСУП. Там тоже по-другому. Там тоже идет расхождение со сроками, которые предусмотрены к административному судочниству. Там по тому закону 15 дней. То есть в самом законе написано в течение 15 дней. Десять дней вы имеете право. То есть тут идет тоже у них нюансы, что есть момента уведомления. С момента получения решения, которое вы можете обжаловать. Дальше. Еще существенный момент. Вы не можете ничего другого обжаловать, кроме самого отмены постановления требований. Других исковых требований просто в кодексе не ссылка нет. Вы не можете признать неправомерные действия. Вы можете только сказывать постановку просто нагладывать административно стягивно. Других не пишите. Это глупо. Это противоречит просто кодексу. Вам откажут, потому что ваши требования либо будут требовать судебный сбор, либо будут от футболия в косу будет вот такая очага. Кодекс административного предложения подразумевает только одно. Отмена этого постановления. Все. Другого ничего не может быть. Дальше. Существенный момент. Не облагаются никакими судебными сборами, никакими поборами вот эти ваши жалобы. Именно жалобы на постановления о привлечении к админат ответственности. Так и должно быть. Допустим, звучать административный пост допустим на постанову притягивания до административного предложения по статье там такой-то, такой-то коап в Украине. Понятно? Это для вас будет основанием в суде. Сразу судебам жалуйте и сразу ведите что-то на месте просто определиться и сказать что вы от нас хотите, в чем наше нарушение. То есть просто статью там можно написать, но эти статьи касаются архитектурно-бесторительных работ, они требуют дополнительной расшифровки. То есть нарушенный ДБН, допустим, право строительства, значит должен быть указан ДБН, какой нарушен. не просто так нарушение. Или закон Украины про статурно-бесторительную деятельность. Недостоверные данные. Это все пишется в формуле недостоверные данные. Просто вот если я, допустим, получила эту постанову письмо с уведомлением, я могу сразу обратиться в суд, да? Да, да. Смотрите, тут нюанс какой. В принципе, вот коап в этом немножко, так сказать, играет. Есть порядок определенный навожение постанов именно органов, которые составили, ну или есть и уполномоченные, скажем так, принимать эти решения, а есть исключительный, так сказать, ряд статей в кодексе за которые принимать решения и привлекательные статей имеет суд. Так вот, что касается этих статей, которые ну наложение в администинозгар принимает орган без суда, так сказать, то там вы имеете право обжаловать и вышестоящую инстанцию еще есть, как бы у вас права, и в районный суд. Вот это обжалуется в районный суд. Не, 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 здесь именно в данном суде ГАЗК тут выносит именно постановку сам работник ГАЗК. Да, значит, если ГАЗК, то тогда в районы суд придет. Не, вышестоящего, там можно и вышестоящего. нет смысла они все равно будут честным делом. Кстати, не только честным делом, тут чисто, скажем так, технический момент, что когда выносится это постановление, оно идет на подпись все равно к начальнику. Ну, если вы обратите внимание, постановление там будет все равно подпись начальника. Получается, начальник уже ему жалует. я не знаю, может он такой вдруг осознает это, но это очень сомнительно. Да. То есть, однозначно рекомендуется, ну, это судебная, так сказать, и практика, и вообще, что, конечно, обращение только в суд. На право эффективное спорство. Два, я еще тогда. Есть просто еще вот именно по этому закону, который, мы акцентировали внимание, в суде штрафа. Андрей вам только что рассказал, что процедура обжалования постановой, которую выносят по административному правонарушению, но есть ГАСК, который еще имеет право не по кодексу об административном правонарушении, а есть такой закон про предупреждение за право порушения в сфере местопутивной греальности. Там приблизительно такая же процедура. Приходит инспектор, составляет там акт обследования, если тут протокол, там акт, на основании этого акта, если бы, как бы они выявили нарушение, выносится предписание, допустим, у страней, и в том числе есть статья вторая, которая предусматривает штрафы. И размеры штрафов, там вот то, о чем мы говорили, что начиная от 18 минимальных заработных плат, у нас одна минимальная заработная плата, это сколько, 1450, 31 мая, заканчивая там объект в пятной категории сложности, тут до 900 минимальных заработных плат. То есть там размер за миллион. Тут процедура обжалования другая немножко. Тут вы обжалуете уже, тут никакого вышестоящего начальства вообще не рассматривает законодательство. Обжалование идет только по суд, но не в суд районный по кодексу с органами правонарушений, которые мы, допустим, в Суворовске имеем. Такое, такое. А тот суд, который находится на Фонтанской дороге 6, это административно, детский окружной административный суд. И здесь, значит, если там, в чем еще отличие, его в течение 15 дней, тут, если тут нам дает законодатель 10 дней на обжалование, кодекс административного судочинства рассматривает некоторые полгода можно обжаловать, то здесь у нас законно написано, что либо в течение 15 дней надо оплатить штраф, либо обжаловать и формировать газ в том, что вы обжаловали. И в чем еще суть в том, что есть письмо высшего хозяйства высшего административного суда о том, что все штрафные санкции они рассматриваются исключительно как имущественный спор, поэтому вы должны будете заплатить этот самый. Госудебный субор. Да, судебный субор. В соответствии с законом Украины о судебном сборе, там идет, сейчас я посмотрю, скажу, если раньше это был, допустим, у нас, если раньше это считалось, нужно было платить, по-моему, 100% судебного сбора по ставке, и потом, если вы выигрывали, вам возвращали, то сейчас, слава богу, дел, по-моему, один там нужно заплатить только 10%, а остальные уже, если вы проиграли, вы должны платить и 90%, а если вы, допустим, не проиграли, то вам, во-первых, прибудут ваши 10%, а 90% еще газ заплатит. Так, размеры взносов, сейчас я скажу специально, спечатал, вот, анцикон о судебном сборе, перед целью, если я там... Вы не могли бы еще раз повторить, когда в районе суд, когда вас привлекают по кодексу Украины об админправонарушениях, когда маленькие размеры штрафы, это нужно только в районный суд, там так и называется, постанова про притягнение до административной ответственности. Здесь будет просто постанова про притягнение до ответственности, называется нарушение закон, закон называется по нарушению... Закон про відповідальність за право порушення у сфері місто будівельної діяльності. То есть, вот тут большие размеры штрафов. Раз штраф, я же говорю, превышаю там порядка, там, ну, больше не идет, шестизначные цифры. Так, административный позов, планового характера. Значит, полтора відсотка цены позову, але не меньше, а не менее минимальной заработной платы. Так вот, если вы судитесь против субъекта власных полномочий и административной годы, то минимальная заработная плата 1450, то есть не меньше 1 мая будет. Ну, да, на 1-й этот самый, на 1-й января не считаю, 1378. Но, слава Богу, если раньше надо было всю платить, то сейчас надо будет платить, по-моему, только 10% вы оплачиваете, а все остальное в зависимости от того, что да. Ив, я хочу прощение. Тема, что есть, на рапору защиту трейдерства. Можете рассказать именно это? Ну, у нас там мало времени осталось. Смотрите, относительно, если тут у нас, допустим, будет этот вопрос, который связан с ГАСКОМ, ну, как бы мы там две, две темы, относительно с ГАСКОМ, и относительно того, каким образом защитить от отчуждения общего неделимого имущества. Если в отношениях с незаконными действиями ГАСКОМ, вы еще как-то можете себя, допустим, каким-то образом оградить, то, что касается вот этого отчуждения общего неделимого имущества. У нас, вроде бы, с 2004 года есть гражданский кодекс Украины, статья 282, часть 2, в соответствии с которой нам, владельцам жилых помещений, принадлежит на правах общей совместной собственности все системы ресурсо-энергообеспечения, машин и механизмы, в том числе помещения общего неделимого имущества, то есть подвалы, чертаки, которые обеспечивают нужную всему дому. Также это все более детально расписано в законе, в этом новом законе с 1 июля 2000, который вступил в 1 июля 2015 года, закон об особенностях осуществления права собственности. Так вот, есть, вроде бы, казалось бы, мы, если там живем еще в Жековском доме, старом, еще, слава богу, взяли дом на баланс, это все наше общее совместное имущество. Если дом только новый строится, вроде бы, мы если заселились, купили квартиру или там инвестировали, вроде бы нам это все должно принадлежать, но мы потом выясняем, что котельная там у того в собственности, подвал у того, и так далее, и так далее. Почему возникают эти проблемы? Потому что в Циконе есть серьезный прибыл. С одной стороны, вроде нам это все принадлежит в существующем доме, но нигде нету запрета якобы инвестировать эти объекты системы ресурсов и энергообеспечения этого дома на стадии его строительства. И получается, что есть застройщик, там, к примеру, Ридкоффинсервис, не, Стройтехснаб, да, у него есть дощепные компании Ридкоффинсервис, они вроде бы со своей стороны составили какой-то договор инвестирования в какой-то там крышной, котельной или насосной пункты, и после подписания декларации ввода объекта в эксплуатацию мы идем у застройщика, принимаем, застройщик передает нам по акту передачи в собственность квартиры, а вот эта дочерняя компания, которая, я буду надеяться, потом обслуживать этот дом, принимает по акту передачи в собственность вот эти вот объекты неживые, то есть котельную, то, 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 может быть, или ты уже там вроде бы, говорят, где-то пытались в собственность получить. А как это выявить, что ты не можешь в собственность? Как это выявить, это, ну, конечно, изначально сложно. Вы можете дать запрос на, у нас нет единого источника получения вот этих вот информации о всех собственностях, вы можете обратиться на проспект Шевченко Центр обслуживания граждан, написать заявление, и вам дадут перечень всех собственников по конкретно отдельно взятому жилому дому. И вы, может, там и увидите, что, какие помещения принадлежат в том числе незаконные, ну, как бы незаконные, то мы сейчас говорим незаконные, но люди, получая акт передачи дома, передачи этих помещений, они точно так же идут в ВПТ и получают их паспорт, и точно так же получают свидетельство на право, ну, раньше свидетельство на право собственности, сейчас вроде хотят от бумажной гонки и уйти, где-то в госреест есть эти помещения. Тут ситуация такая, надо, ну, как бы, не буду вас там призывать к баррикадам и к кровавым развитию кровавых событий, хотя это тоже имеет, ну, более эффективно действует на таких застройщиков. Подача в суд. То есть, я же говорю, вот этот пробел в чем? Пробел в том, что они, вроде бы, тоже, как добропорядочные инвестора, они заинвестировали все, потом заселились. А подать в суд на кого? Вот. Тут ваша задача в суде, в первых. Что хотел отметить, что вы в данном случае обжалуете судебный иск будет предметом спора являться недвижимое имущество. В соответствии с гражданским законодательством исключительная подсудность, выключена подсудность. 114-я статья. Позовы, что выникают с приводу нерухомого майна, предъявляются за месяцем с находжением майна обо основной его часты. То есть, если в данном каком-то конкретном доме вы живете, в Малиновском районе, где что-то там произошло отчуждение, даже если это фирма, которая произвела это отчуждение или которая купила себе какое-то там общее недвижимое имущество, она находится даже не в Одессе и не в Одесской области, в другом. Не ведитесь ни на какие истории о том, что вы должны подавать по месту расположения там ответчика. В данном случае по месту расположения вашего этого имущества подаете в Малиновском суде. Значит, ответчиком в данном случае у вас должно являться три ну, не в идеале, скажем так, первое кто? Застройщик, который передал незаконным образом заключил договор инвестирования. Второй у вас ответчик будет это тот, кто с другой стороны принимал, заключался с застройщиком договор инвестирования и принимал по акту передачи собственность вот этот вот объект. это второе лицо. И третье это тот, кто выдавал вот этот вот свидетельство на право собственности. Раньше это когда-то был исполком местный и я ну, огромнейшее количество свидетельств на право собственности подписанных господином Борохаевым. То есть, конкретно на топочные, на насосные, на электрощитовые, на то, на то, на то. Это конкретно есть факты, которые я не зря называл структуру строя из НАПО ИКОМ-сервис. Еще точно так же в Шалиле прогресс строй передавал собственность ООО Управдому и инфрастрой передавал и коммерческим службам. А эта стоимость не входила параллельно в квадратную вторую на сколько? Тут важно, если вы со своей стороны как пострадавшее лицо, я знаю, что тут получается немножко из фронтов, значит, вы со своей стороны пострадавшей лицой будете подавать в суд ваша задача в том числе получить максимальное количество документов, которые были для вас доказательны. Если вы достанете где-то сметы на строительство и какие-то документы, которые бы отражались, что человек, оплачивая стоимость квартиры, оплачивал в том числе стоимость лифтов, котельных, труб, тогда это будет в вашу пользу. Но до этого очень сложно вам дойти будет. Поэтому первое, что ответчиками должны быть вот те структуры, которые я сказал. Обжаловать нужно, чтобы суд признавал, то есть суд гражданский по месту расположения вот этого объекта. В судебном иске, в обязательном порядке вы должны указать, что вы обжалуете не только свидетельство на право собственности, потому что вы напишите там признательное законное свидетельство на право собственности, а придут представители регистрационной службы и вот этих двух ответчиков. Один, который продал, второй, который купил. И покажут, что да, у нас договор инвестирования и свидетельство на право собственности выд detgo ہے на законных основаниях было выбрано. Поэтому обжаловать нужно с истоков. То есть договор инвестирования раз должен быть признан незаконным и недействительным. Второе, незаконным должны быть признаны недействительными акты, передачи собственности этого объекта под also на основании договора и актов и актового объекта в эксплуатации и перед покупателем. И в третьем уже вы пишете, что признать незаконным и аннулировать свидетельство на право собственности. Так вот, что здесь? Суд у нас получается, что спор имущественный и судебный этот самый. Не совсем, если раньше было как-то более лояльные размеры судебного сбора были, в этом плане, то сейчас я вам задиктую, ну не то, что задиктую, скажу по каким-то расценкам вы должны будете оплатить судебный сбор. Если судится будет в данном случае объединение совладельцев, а, и ваша задача признать не только желательно, чтобы было признано незаконным, вы признаете там свидетельство на право собственности незаконного, потом кто-то опять очередной там аферист припьет и опять себя хапан. По судебному решению, чтобы в судебной вопросительной части было написано признать данный объект общей совместной собственностью владельца жилых и нежилых помещений данного вопроса. Скажите, а какую выгоду может извлечь вот этот вот инвестор? Выгоду с чего? Инвестор с того. Во-первых, они продают дочерним компаниям, эта дочерняя компания потом становится, например, поставщиком услуг тепла по коммерческой, не потому что, а по коммерческим они просто удерживают таким образом, то удерживать не дают создаваться. За носитель, за теплоноситель они деньги брать не могут, а за эксплуатацию вот этого... Не, почему? Они по сути, если не владельцы... Не, они могут быть с оборендаторами. А? Несу оборендаторами. Строитель СНАП передал в элитком сервис, по собственной скотельной. Все, элитком сервис является поставщиком тепловой энергии. Это если касается данных, допустим, если просто взяли, продали тамбальное помещение с коммуникацией, он просто продал там за недорого.